Друзья, всем привет! Как вы уже видите по названию видео, это видео будет про дешевые путешествия, дешевые перелеты. Почему я хотел рассказать про эту тему? Да все очень-очень банально и просто. Просто я уже достаточно длительное время путешествую, в том числе вот в прошлом году посетил 16 стран в Европе. Но вообще я как бы обоснован и живу в Америке, путешествую по Америке в том числе. Вот. И хотелось бы в моем видео просто немного рассказать про мой опыт перелетов и как я лично нашел способ на них очень сильно сэкономить. Я многое, допустим, совершенно не знал об этом. Для меня что-то было, как бы, что-то я более-менее догадывался, что так, а что-то я совершенно не знал и думал, да нет, это так быть не может. В общем, разные у меня были на это дело, так сказать, догадки. Также общался с многими людьми в России, когда говоришь им, да прилетай в Штаты или там, допустим, в Северную Америку, у нас там континент, да? Люди обычно говорят, да ты что, это стоит бешеных денег, это там тысячи долларов стоит, это вообще немереные суммы, там, то есть туда-обратно за тысячу, под две тысячи долларов, может быть. Ты такой думаешь, господи, почему эти люди всегда просто думают, что это так, но на самом деле никогда не проверяют и никогда не пытаются это изучить, этот вопрос, почему так происходит. И это меня наткнуло на записи этого видео, чтобы вам показать лично на примере, как вот это все происходит, я буду показывать все это на сайте. Правила дешевых перелетов, как вы видите на экране. Ну, это такие самые основные правила, которые хочется всем сразу сказать, но как бы это уже в основном люди знают. Но почему-то, хотя до сих пор продолжают их, не используйте правила, они почему-то до сих пор продолжают делать все, как вот все делают. То есть не летать в выходные, это вот просто, я не знаю, это таким образом вы экономите сразу же процентов 30 обычно, просто не летая в выходные, да. Обычно самый основной день, когда лучше всего летать, это, конечно же, вторник, середина недели, среда, вот. Все, что дальше, уже пятница, суббота, воскресенье, это все сразу тариф возрастает очень значительно. Ну, потому что компания, естественно, все это делает, это все рынок, спрос, предложение, не более того. Главное знать популярные маршруты, это второе. Потому что если вы не знаете популярные маршруты, а летаете просто наобум, вот вы выбрали это место и это все. То, что вам показалось в поисковике, вы все сразу же выбрали и довольны этим. Как бы довольны, недовольны, вы все равно это покупаете. Я тоже так раньше делал, но потом я понял, что есть смысл как бы побольше изучить это все и понять, как это работает. Ну, к примеру, не обязательно лететь сразу в ваш пункт значения. Можно долететь до города, который находится в 2-3 часах езды на машине, допустим, если там крупный аэропорт находится или какая-то связная точка, да. А потом уже взять автобус и за какие-то небольшие деньги доехать до нужного места. Казалось бы, это все так просто, но, опять же, люди это не используют. Мы сейчас будем это все на примерах смотреть, опять же. И лоукостеры. Ну, лоукостеры, это понятно, да, это обычный способ сэкономить. И почему это способ сэкономить? Это потому, что там вообще ничего, грубо говоря, нет. Ни еды, ни каких-то услуг, обычно там вообще ничего нет. Это просто натыканные люди в один самолет, максимально сжатый, как можно больше сидений и все такое. Ну, лоукостеры – это реальный способ сэкономить. Особенно тем, кто летает без багажа. Я лично только с собой одну сумку, одну-две сумки беру. Вот одна у меня за спиной, другая на плечо вешаю. И все, как бы обычно это авиакомпания, это все разрешают. То есть, две сумки. Но люди, опять же, да, берут с собой кучу багажа, даже если он не нужен, там, на неделю, ни в отпуск, ни кучу, там, чемоданов с собой пихают внизу. Естественно, переплачивают за эти авиакомпании и за все. Все же, как бы, да, надо понимать, что за все это вы платите. Вот, собственно, и все. Давайте перейдем уже к примерам непосредственным. У меня открыт сайт Kiwi. Почему Kiwi? Да потому что из того, что я попробовал, мне показалось, что этот ресурс показывает наиболее честные и правильные цены. Я до этого пробовал Expediu, Каяк, разные ресурсы. Их тоже все равно нужно использовать и проверять цены. Но вот конкретно этот ресурс, из того, что я посмотрел, мне он выдал наиболее удобные результаты, наиболее выгодные цены. Ну, давайте посмотрим. К примеру, начнем с Сан-Франциско. Это как это место, я знаю, как отсюда дешево в Европу летать. Из Сан-Франциско я нашел тот факт, что самый популярный маршрут в Европу – это Барселона. Поэтому вводим Барселону. Барселона. Так, Барселона. Испания. Оп. Все, включили Барселону. С франциско Барселона. One Way, то есть в одну сторону. И Дипача. Сейчас покажет цены на промежуток времени на февраль, на март. Ну, смотрите, вроде бы уже середина февраля, и все равно цены, да, вот мы смотрим ближайшие даты. Это 391 доллар, 453. Раз-раз. И смотрим понедельник, допустим, 24-е, буквально меньше, чем через 10 дней. 169 долларов. Это самый дешевый билет, что вы можете найти на этот вот месяц. То есть 169 долларов в одну сторону. Соответственно, в две стороны, ну, чуть дороже 300 долларов. Все. Вот и все. Вот таким образом вы попадаете в Европу, а там уже куда хотите можете ехать. То есть нет никакой принципиальной проблемы. Хорошо, вы подумайте, что делать, если, скажем, вы находитесь не в Сан-Франциско, а, скажем, где-нибудь в середине Америки. Допустим, хотите полететь в середину Америки и с другой точки Европы. Ну, вот наиболее такие оптимальные еще два маршрута, которые я видел. Это Лондон и Рейкьявик. То есть Рейкьявик тоже советую смотреть. Давайте попробуем из Остина в Техасе полететь. Куда мы полетим? Мы полетим в Лондон. В Лондон. Так. United Kingdom. Давайте смотреть, какие у нас цены получаются. Так. Ну, вот видите, 180 долларов самый дешевый билет из Остина в Лондон. И когда в четверг, да? Ну, вот в четверг, а потом в пятницу, видите, уже цена 373. То есть это разница в два раза буквально. Бах, и все. И вот 600 долларов, 900 даже есть в одну сторону. Просто потому, что это что? Это выходной. Ой, смотрите, разница в цене в пять раз. Представляете? А что тут происходит, когда какой-то там праздник или прочее? Ну, вообще все взлетает просто до небес. Вот. Это вот хорошо. Остин, Лондон. А давайте посмотрим, что у нас еще есть. Рейкьявик еще я видел. Ну, вот Рейкьявик, по-моему, что-то из Бостона, что ли, в Рейкьявик. Не помню. Давайте посмотрим. Рейкь. Так. Что у нас получается здесь из Бостона? Из Бостона 300, 400. А, ну, вот 182, 90, опять же. По-моему, там даже совершенно недолго лететь от этих мест. Гораздо ближе. Надо проверять, конечно. А, кстати, говорят, да, вот карта у нас Америки. Пожалуйста. Остин. Вот он здесь находится. Соответственно, да, с Остином в Лондон удобнее всего. А со Франциско вот отсюда удобнее непосредственно Парселона из того, что я нашел. То есть выбирайте конкретный город, что удобно. А, Чикаго еще. Вот Чикаго, я не знаю, с Чикаго в какой город. Чикаго, давайте посмотрим. Чикаго, Рейкьявик. В общем, Чикаго, Рейкьявик будет дороговато стоить. Давайте посмотрим быстренько. 500, 400, 200. Ну, в принципе, есть варианты, да. Видите, зеленый, показано, что самый оптимальный. Вот и все. Соответственно, One Way и, соответственно, Round Trip, это в два конца можно выбрать. По цене будет просто в два раза дороже. Я раньше думал, что реально какая-то разница есть, когда две стороны летишь дешевле. Но, как показала практика, особенно практика полета на лоукостерах, это вообще ничего не значит. Ну, соответственно, если вы едете с багажом, там будут цены другие. Что еще можно сказать? Ну, вот, собственно, да. Собственно, такой вот пример. Давайте для примера еще вам покажу разницу, как я уже говорил. На автобусе, если проехать немножко, и если же просто лететь в направлении, допустим, непосредственно самолетом. Ну, к примеру, смотрите, давайте берем Сан-Антонио, Техас и Мехико-Сити. Казалось бы, весьма рядом находятся эти два места. И давайте посмотрим, да, Сан-Антонио, смотрим Мексико-Сити. Мексико-Сити, пожалуйста. Давайте посмотрим, сколько стоит будет. Итак, стоит будет у нас по цене 127, 153. Так, ну, в принципе, знаете, ничего так. Ну, давайте теперь посмотрим, что будет, если мы возьмем город Монтерей. Ну, кстати говоря, 127, да, и сравните, и до Европы долететь, там, 160-170. По сути, расстояние совершенно маленькое, и при этом стоит, я не знаю, как бы, тоже трудно понять, почему так. Казалось бы, очень гораздо ближе, намного ближе. Давайте, да, смотреть от города Монтерей в Мексике. Вот, город Монтерей в Мексике. Три часа ехать на машине, вот, от Сан-Антонио до Монтерей идет. Три часа ехать, я смотрел. Поэтому давайте посмотрим Монтерея до Мексико-Сити. Так, он покажет просто на тот дат. Пожалуйста, да, 35 долларов. Смотрите, 127 долларов и 35 долларов. Как вам такая разница? Я, то есть, это, ну, вообще... И еще, наверное, можно поковыряться, можно еще найти дешевле, небось. Я вполне уверен, если разные даты. Ну, нет, да, самый дешевый, это 35. И удивляешься. А вот другой пример. Смотрите, город Сан-Диего, допустим. Сан-Диего, Мексико-Сити. Сколько будет стоить у нас перелет в одну сторону? Давайте посмотрим. Сан-Диего. То есть, тоже популярный маршрут, так как это находится на границе между США и Мексикой. Поэтому давайте посмотрим, сколько будет показана нам здесь стоимость. 158, да? Ну, в принципе, еще, кажется, в принципе, не так много. Это нормально. А теперь давайте посмотрим Сан-Диего. Если перейти пешком через границу в Мексику, то есть, буквально 20 минут пешком перейти и вы на границу. И там можно до аэропорта, там прям переход прямой с границы Сан-Диего, переход прям в аэропорт в Мексику. Прям пешеходный, действительно. Недавно построили. И давайте теперь возьмем с этого соседнего аэропорта, сколько будет стоить на Мексико-Сити перелет. То есть, вы просто берете, переходите 20 минут. Казалось бы, что-то может измениться, да? Давайте смотрим разницу, как раз, чтобы понять. И 51 доллар, да? 150 и 51. То есть, 100 долларов вы сэкономили, положили себе в карман моментально. Вот такая вот система с перелетами. И вы знаете, когда я все это понял, как это все работает, я просто удивился, как это вообще так возможно. Но, оказывается, при правильном планировании, при подборе правильных мест, можно столько сэкономить, действительно, денег. То я не знаю. Соответственно, да. Обычно смотрим, вот видим какой-то штат, допустим, Америки. Видим там самые крупные города. От них отталкиваемся. Сан-Антонио, Остин, Хьюстон и Даллас, к примеру. Да, вот самые крупные. Соответственно, в Калифорнии мы выбираем Сан-Франциско, Сан-Диего. Там, да, по-моему, больше ничего сэкономить не стоит, наверное. В Неваде либо Рино, либо Лас-Вегас. У меня, видите, тут все в точках поставлено, просто в те места, где я был. Вот и все, да. И вы смотрите, аэропорт, да, я хочу показать на карте, этот Тихуановский-то. Вот находится Тихуана, вот Сан-Диего. Вот тут где-то аэропорт находится. Да, вот здесь аэропорт находится. А, вот здесь аэропорт, вот здесь. Какой-то здесь переходный пункт такой есть между ними. И вы находитесь в Тихуане. Соответственно, экономия 100 долларов в одну сторону, в две – это 200 долларов экономии. Кстати говоря, про границу с Мексикой у меня есть отдельное видео, где я просто показываю эту самую стену. Это уже довольно интересно. Я сейчас все покажу ссылочкой. Вот. Надеюсь, вам это было полезно, интересно послушать, что-то новое для себя узнали. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И будет много новых интересных видео, в том числе про путешествия. Ну, не только. Обзоры различные будут также и все такое. Всего счастливо. Пока. Хорошего дня или вечера, в зависимости от того, что у вас.